Всем привет! Это программа Отдыхайп. Это прямой эфир. И с вами ее ведущие Соня Родионова и Вика Скопина. Вы можете видеть нас на национальном телевидении Чуваши или в группе ВКонтакте медиа-центра Куча Мала. Если вы сделаете репост этой записи, то станете участником розыгрыша вот такой полезной книжки «Шпаргалка по математике», чтобы успешно сдать экзамены и поступить в ВУЗ мечты, ну, соответственно, работать там, где ты хочешь. Потому что сегодня мы поговорим о выборе профессии и о первой в жизни работе. Ребята, пишите, пожалуйста, в комментарии, кем вы хотите стать и как получили свою первую зарплату. Потому что нам очень интересно. А еще одному человеку в нашей студии очень неинтересно. Потому что он сидит и играет в игры во время прямого эфира. Вообще-то я в теме. Меня зовут Егор Бондаренко и я готовлюсь к своей будущей профессии. Я хочу стать киберспортсменом. Как так можно? Это же не серьезно. Вот я, например, хочу стать юристом. Ну, слушай, ты же только в шестом классе. Ну, да. И уже хочешь стать юристом? Ну, вообще, мама говорит, что юрист без работы никогда не останется. Ну, слушай, я соглашусь, что слушать маму это хорошо, но не в выборе профессии. Потому что тебе потом в этой сфере работать, а не маме. И поэтому, кстати, я очень удивлена, что вы уже нашли свое призывание. А я в десятом классе все еще мечтаю, кем я стану, когда вырасту. Хочется чего-нибудь необычного. А вот я погуглил специально для тебя. Самые необычные профессии в России. Например, работник, определяющий пол цыплят. Хочешь? О, представляю. Мальчик налево, девочка направо. Слушай, это выглядит жестоко. Давай чего-нибудь другое. Еще есть разглаживатель морщин. Этот работник обязан своевременно выпрямлять морщины, образовавшиеся на обуви после многих примерок покупателями. Слишком специфично. Давай следующее. О, вот победитель топа. Переворачиватель пингвинов. Оказывается, если пингвин посмотрит на самолет и упадет на спину, то встать самостоятельно он не сможет. И иногда они даже умирают из-за этого. Вот для этого придумали профессию переворачивателя пингвинов. Ну, слушай, я неустойчива к морозам. Ты вроде да. Ты бы хотел работать на такой работе? Все-таки я бы не работал переворачивателем пингвинов. Я бы лучше посидел дома за компьютером и получал за это деньги. Егор, а ты с самого детства мечтал сидеть в телефоне или за компом? Нет. В детстве я хотел стать пожарным. Но, увы, наши детские мечты о профессии очень редко сбываются. А вот насчет этого ты не прав. Мы провели опрос на улице на эту тему. Итак, смотрим. На кого вы хотели в детстве учиться? На какую профессию? На зубного врача. Осуществилась ли ваша мечта? Не совсем. Почему? Учись на бухгалтера. Кем вы хотели стать в детстве? Я хотел стать психологом. На кого вы учились? На технаря. Осуществилась ли ваша мечта? Да, я работаю психологом. Кем вы хотели стать? Какую профессию выбрать? Педагог. Осуществилась ваша мечта? Да. Кем вы хотели стать в детстве? Я хотел поступить в спецназ ГРУ. Быть военнослужащим. В общем, вот так вот. Ваша мечта осуществилась? Нет, я учусь в ЧМК. Но, думаю, в скором времени осуществится. Где я работаю, а это обязательно в органах. А на кого вы учились? Я на учитель, на преподавателя истории. Кем вы хотели стать в детстве? Балериной, как все дети. А кем вы в итоге работаете? Вы не поверите, инженер по сварке. Фарикмахерша. А на кого вы учились? Я на кого вы училась? На учительницу. Кем вы хотели стать в детстве? В детстве? Водителем. И водителями стал. А кем вы хотели стать в детстве? А я и с кем стала. Я с кем захотела. Там и тема была. 42 года проработала с глухими детьми. Много дала. Школу эту построила моя мама. В детстве хотела стать учительницей. Осуществилась ли ваша мечта? Осуществилась. Правда, я поздравляю. Вам нравится ваша профессия? Ну, сейчас я, правда, немножко по-другому. Ну, 30 лет работала учительницей. В наше время хотели космонавтами быть. Осуществилась ваша мечта? Да, я почти космонавт. Кем вы хотели стать в детстве? Как ни странно, разведчиком. Осуществилась ли ваша мечта? Никак нет. А кем вы сейчас работаете? Я уже мне 80 лет пенсионер. А кем работали? Ну, я служил в армии, закончил Казанский госуниверситет, факультет журналистики, работал в редакциях, потом работал здесь на должностях. В общем, работал, жизнь удалась. В общем, вы журналист, как мы. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Дай вам Бог здоровья. Это программа «Отдыхает», и мы по-прежнему, по-прежнему в прямом эфире. И спасибо, что пишете нам сообщения. А я хочу напомнить, что сегодня за репост этой записи вы можете выиграть шпаргалки по математике. Нашего прямого эфира. Говорим мы о выборе профессии. Дело это очень нелегкое, поэтому сегодня у нас в гостях эксперт по этому вопросу, специалист Центра занятости населения Гурьянова Евгения Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Скажите, а кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтала стать педагогом. И, в общем, моя мечта сбылась. С детства я играла в игрушки, связанные со школой. Моя любимая игрушка была учительская доска, парты и учительский стол. Я сажала свои игрушки, им что-то объясняла, рассказывала, консультировала, тестировала, чем, в общем, сейчас и занимаюсь. Скажите, пожалуйста, как человек, который направляет людей на путь истинный и по выбору профессии, и как человек, который, ну, скажем, достиг этой цели, от чего нужно отталкиваться при выборе профессии? Существует так называемая формула выбора профессии. Решите, пожалуйста, у нас есть как раз-таки белая доска. Три основных принципа, три основных секрета правильного грамотного выбора профессии. На первом месте обязательно должен стоять интерес. Интерес к профессии делает вас, ну, счастливым человеком. Если вы выбираете интересную для себя работу, интересную для вас вид деятельности, то вы с удовольствием обучаетесь и с удовольствием узнаете что-то новое в рамках своей профессии и с удовольствием ходите на работу. На втором месте и второй важный фактор и важный секрет выбора профессии – это ее востребованность на рынке труда. Если вы выбираете работу с учетом вот этого момента, да, с учетом востребованности профессии на рынке труда, то вы без проблем трудоустраиваетесь, легко ищите, находите работу и, ну, в общем, знание этого фактора защищает вас от безработицы. Ну и третий важный момент в выборе профессии – это ваши способности. Способности – это такие психологические особенности личности, которые позволяют вам выполнять работу лучше, чем другие, лучше, чем ваши конкуренты. А если вы делаете работу лучше, чем другие, соответственно, вы больше нужны работодателю, вы больше ценитесь как специалист, и вы больше зарабатываете. Ну и вот основной секрет при выборе профессии состоит в том, чтобы учесть все эти три момента, учесть все эти три секрета правильного выбора профессии. И ваша задача на ближайшее будущее – попасть в центр этой мишени, выбрать такую работу, которая будет вам интересна, которая нужна людям для того, чтобы легко трудоустроиться, и к которой у вас имеются способности, чтобы делать ее лучше других. Ваша задача – попасть в центр этой мишени. А скажите мне, пожалуйста, сколько, как вы думаете, профессий существует в мире? Ой, ну их очень много, и, наверное, можно придумывать еще какие-то новые. В общем, бесконечность, мне кажется. Но число такое есть – порядка 30 тысяч профессий наименований в мире. Из них только 9 тысяч наименований существует в России. Потому что есть штучные профессии, как вы сказали, переворачиватель пингвинов. Понятно, что не нужны целые факультеты, которые обучают на это направление подготовки, да? И вот ваша задача в ближайшее время – из 9 тысяч позиций тех профессий, которые имеются в России, выбрать одну любимую, востребованную, и ту, которой у вас имеются способности. То есть профессия может только одна быть? Или их может быть две, три? Можно, сколько вы хотите. Важно помнить такой момент, что сейчас востребован специалист многофункциональный человек, который может заместить другого, отсутствующего на работе, да? Вообще работу находит человек мобильный, тот, у которого много функций, может выполнять много функций на работе, да? Ну, это идеал. А по-вашему, что лучше – любимая работа или высокооплачиваемая? На мой взгляд, и с точки зрения любого специалиста в вопросе трудоустройства, конечно, работа обязательно должна быть вам интересна, обязательно должна быть любима. Скажите мне, хотели бы вы попасть на прием к врачу, который не любит свою работу и который не любит людей? Страшное дело. Хотели бы вы учиться у учителя, который не любит свою работу, не любит учить детей и не любит детей в целом? Это тоже мало приятного, да? Поэтому я надеюсь, я вас убедила в том, что дело обязательно должно быть интересным и любимым для вас. Я гарантирую, ни один великий человек не занимался своим делом, ни одно открытие не сделано вопреки своим интересам. Да, ведь Менделеев открыл свою таблицу Менделеева, потому что он мечтал о химии, он жил ею. Да, и многие великие ученые открыли какие-то формулы, избрили что-то новое, потому только что занимались любимым делом. А какие ошибки чаще всего совершают люди при выборе профессии? Ну, первое, это, наверное, занимается нелюбимым делом. Конечно, это очень грустное зрелище, когда человек ходит на нелюбимую работу, потому что выбрал ее неправильно, без учета этих трех секретов выбора профессии. Основные ошибки, я, наверное, самые популярные, самые типичные перечислю. Это выбор профессии, скажем, за компанию с друзьями. Тогда человек идет и обучается той специальности, которая интересна не ему, а его друзьям. И обучается той специальности, которой имеются способности у его друзей, а не у него самого. Да, тут комментарии излишни. Еще одна типичная ошибка при выборе профессии – это выбор профессии под давлением родителей. Родители всегда добра нам желают и всего хорошего, но они тоже могут не знать этой формулы и не учесть какой-то из данных факторов. Еще одна из типичных ошибок – это выбор престижной профессии. Все модное когда-то перестает быть модным. Да, какое-то время тому назад были престижными профессии юрист, экономист, и на сегодняшний день рынок труда переполнен этими специалистами. Конечно, они все находят работу в том случае, если к данному делу имеются способности. Они выполняют ее лучше множество с таким же образованием других специалистов. Что мне нужно сделать, чтобы быть более уверенным в выборе своей профессии? Пройти тестирование, сходить на экскурсии. Что еще? Если что, у нас Егор хочет стать киберспортсменом. Здорово. Эта профессия, наверное, будет популярна в некотором будущем, да, и будет востребована как все новое, вновь появляющееся. А вообще, для того, чтобы быть уверенным в выборе своей профессии, нужно собрать как можно больше информации о том, где деятельность, который вас интересует. Посмотреть, насколько она востребована. Где обучиться можно по этой специальности. В чем будет состоять, ну, суть работы специалиста. Может быть, посетить какие-то мастер-классы, если они проводятся. Обязательно посетить дни открытых дверей в учебных заведениях, да, где можно обучиться этой профессии. Ну, и попробовать себя на практике, да, скажем, в ходе мастер-класса какого-то. Простите, пожалуйста, мне очень интересно, а скольким людям помог Центр занятости в выборе профессии? Трудоустройство, да? Трудоустройство. Спасибо, что поправили. Да, есть такое число. На сегодняшний день с помощью Центра занятости населения на работу устроилось 14 808 человек. Из них 3940 человек – это ребята, которые получили у нас услугу по профориентации. Из них 223 человека целенаправленно пришли к нам в отдел профориентации и прошли компьютерное психодиагностическое тестирование на предмет выявления своих профессиональных предпочтений. А вот эти молодые ребята, кем они работают? Кем они стали подрабатывать? Да, Центр занятости населения предлагает учащимся школу возможность подзаработать на карманные расходы в свободное от учебы время. Им предлагаются подсобные виды труда, ремонт книг в библиотеках, уборка территорий, озеленение нашего города, уход за клумбами в летний период, в летний весенний период. Девочки работали летом помощниками воспитателей в дошкольных учреждениях, помощниками вожатых в оздоровительных лагерях. Ну и все подобные виды доступного для ребят подсобного труда. Вы же принесли сюда мультик. Расскажите о нем чуть-чуть. Да, мы предлагаем вашему вниманию мультфильм об услугах Центра занятости населения, посмотрев который, вы поймете алгоритм предоставления услуг и трудоустройства несовершеннолетних. Предлагаю вашему вниманию просмотреть этот ролик. Лёх, алёх! Чего тебе? У тебя деньги есть? Сколько тебе? 7600! Ну, хоть не долларов, я надеюсь. Не, рублей! И зачем тебе такая сумма? Не хватает для полного счастья? Я, Лёх, ведь я камеру хочу купить. Там у нас в классе, короче, одна девчонка классно поет. А я хочу ей клип снять, ну, чтоб раскрутить ее, как певицу. Цель благородная. Но у меня столько нет. У родителей спрашивал? Спрашивал. Отец сказал, хорошо, подарим тебе камеру на день рождения. А у меня день рождения месяц назад был, прикинь. И чё, мне теперь почти год камеру ждать? Нет, старик. Ждать это неконструктивно. Как говорил один продвинутый чувак, не надо ждать милости от природы. Если денег нет, значит их надо что? Правильно, Димыч, заработать. Это чё, я тут буду работать? Ага, директором. Чё ты все время прикалываешься? Чё за дедовщина в семье? По-нормальному нельзя объяснить. Ладно, объясняю по-нормальному. На работу тебя тут не возьмут. Но тебе тут подыщут подходящую вакансию. Чё? Ничего, пошли уже. Сейчас сам во всём разберёшься. Слышь, Лёх, чё-то мне страшно как-то. А нас отсюда не выгонят? Ну ты смешной. Читай. Центр занятости населения. Найти для тебя подходящую работу – это их святая обязанность. Думаешь, я в пиццевозы как попал? Мне эту работу тут предложили. И тебе что-нибудь подберут. Пошли. Страна ждёт от тебя трудовых подвигов. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Здравствуй, Алексей. Что, опять к нам? Работа не подошла? Да нет, всё нормально. Брата вот привёл. Ему бы подыскать что-нибудь на время каникул. Только чтоб зарплата была хорошая. Вот тут – вся наша база вакансий. Найдёте всё, что вас интересует. Какие профессии больше всего востребованы в городе, какие требования предъявляют к специалистам, контакты работодателей. В общем, всё. Можете задать поиск вакансий, исходя из зарплаты. Сам разберёшься? Шестьдесят тысяч рублей? Ооо, вот это нормально. Так, кто тут им нужен? Заместитель директора фирмы. Требования высшее экономическое образование, опыт работы не менее пяти лет, знания немецкого и желательно французского языков. Да, но сюда меня вряд ли возьмут. У нас же в школе английский. Димыч, ты давай не от зарплаты пляши, а от того, что делать умеешь и к чему душа лежит. А я знаю, к чему у меня душа лежит. А с этим тебе тут тоже помогут разобраться. Посмотрим, какие ассоциации у вас возникнут. А это на что похоже? Ну, на Бэтмена. Ну-с. Что ж, молодой человек, с вами всё более-менее ясно. Вы натура романтическая, азартная, увлекающаяся и непостоянная. Для вас самое главное, чтобы работа была нескучная. Все профессии, грубо говоря, делятся на пять категорий. Человек-техника и человек-знаковая система вам, юноша, пожалуй, противопоказаны. А всё остальное вполне подходит. Ну вот, а ты переживал. Всё легко и просто, и главное, бесплатно. Сколько они тебе вакансий дали? Четыре. Тогда по коням. Сегодня всё объедем и выберем вариант получше. Завтра начнёшь работать, а через месяц, ну максимум полтора, будет у тебя своя видеокамера. Ну так поехали уже! Давай, Лёха! Жми на голову! Пока вы смотрели мультик, мы узнали, какие профессии более востребованы. И это оказались айти-технологи... айтишники, извиняюсь, врачи и учителя. Так что берите себе на заметку. А также инженеры. В общем, все те профессии, в которых нельзя человека заменить машиной. Можно так сказать, да. А сейчас мы будем отвечать на ваши вопросы в комментариях. Да, вы всё ещё можете написать комментарий, чтобы мы его прочитали. Итак, давайте начнём. Я пролистываю вверх. Впервые я заработала деньги, раздавая флайеры. Настя Анисимова. Да, я, кстати, ни разу не пробовала. Это очень, кстати, частая работа у подростков. У меня половина ребят знакомых раздавали флайеры и работали аниматорами. Да, классно. Давайте дальше. Хочу стать дизайнером. Роман Савельев пишет. Это очень востребованная профессия, потому что её нельзя заменить роботами. Да. Потому что у роботов нет интеллекта, так сказать. Нет интеллекта. Нету вкуса, нету чувства вот этого человеческого. Классно, что мечты жителей Чебоксар сбываются. Карина написала. Мы тоже очень рады. Надеюсь, и у нас всех, и у наших дорогих зрителей всё тоже сбудется. Что будете делать, если не получите работу мечты? Есть план Б? План Б всегда есть. Лично для меня. Это жить с родителями до конца дней. Идеальный план? Нет, мне не нравится такой вариант, потому что по-любому надо будет искать какую-нибудь профессию. Почему? Дома у тебя есть мама, которая борщ тебе сварит, есть папа, который морально поддержит. Но всё же... Можно вообще не работать. Когда-то же придётся одному жить. Не будем о грустном. Давайте прочитаем дальше комментарии. Ну, ребят, нет и слов. Как всё круто. Мария написала Кочергина. Спасибо, мы стараемся. Да, ведь? Да, согласен. Ведущая, а ваши мечты сбываются? Мои мечты пока не сбылись, ну, потому что я ещё не дорос до своих мечт. Я очень жду, когда ты станешь киберспортсменом, потому что я буду рада, если у меня будет такой знакомый. Кстати, я тут читаю комментарии, я вот думаю о будущей профессии, меня так всё это немножко настораживает, даже тяготит. Вот бы вообще не работать, как мы говорили, жить с мамой и папой. Эх, Соня, я не думал, что ты такая ленивая. Даже животные работают. Белка по имени Твиги стала спортсменкой и катается на водных лыжах. Самая крутая профессия была у пса по кличке Боско. Он стал мэром города Синола в штате Калифорния и пробыл на этом посту целых три года. Ещё я слышал про кошку, которая в Японии, которая спасла железнодорожную станцию от банкротства в 2006 году. И больше я пока ничего не припомню. Ещё есть белка и стрелка, которые полетели. Да. Точно, белка и стрелка. Ну, слушайте, ребят, давайте подводить итоги. Я поняла, что всё-таки стоит работать, потому что даже животные работают, так мне Егор любезно напомнил. А вы что поняли? А я поняла, что профессию нужно выбирать по любимому занятию. Я понял, что нужно стремиться к своим мечтам, и чаще всего они сбываются. Но также нужно иметь план Б. Давайте посмотрим, кто победил в нашем розыгрыше, раз мы подводим итоги. Итак, барабанная друг. Давай барабанную друг быстрее. Выбрать. Так, давайте, 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 давайте. Итак, и победителем становится. Читайте, я не вижу. Настя Яковлева. Мы обязательно с тобой свяжемся и передадим подарок. А сейчас время позвать нашего гостя. Евгения Александровна, скажите, пожалуйста, что-нибудь фрубор символ нашей программы. Дорогие ребята, я желаю всем, кто находится на стадии выбора профессии, найти любимое дело своей жизни. Тем, кто уже учится, успешно сдать экзамены выпускникам этого года и поступить в те учебные заведения, куда они мечтают. Всем зрителям, всем ребятам желаю успеть подготовиться к Новому году, встретить его в отличном настроении. И благодарю за приглашение на вашу замечательную передачу. Спасибо. Смотрите нас каждый понедельник в 16.00 на Национальном телевидении Чуваши или в группе ВКонтакте детского медиа-центра Куча Мала. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!